Здравствуйте, дорогие телезрители и поклонники нашей телепередачи «Встреча у Камина». Вы привыкли к тому, что мы встречаемся у Камина с интересными, талантливыми, способными, знаменательными людьми нашего города, края, области. Но иногда мы встречаемся не с людьми, а просто с вещами. И вот такой передачей, вспомните, была передача об Орской яшме. Она вызвала столько откликов у нашего населения. Мы получили много писем и фотографий из Германии. Люди нам сообщали, что из Орской яшмы сделана в Эрмитаже карта всей России, станция Маяковского, Екатерининский дворец. И очень многое другое. Они жалели, что сейчас не ведутся в таком объеме разработки Орской яшмы. Прислали нам фотографии. И даже те фотографии, которые показывали большой камень, там, где находится у нас вечный огонь, огромный. Глыба Орской яшмы стояла когда-то вот на этом месте. То есть история Орской яшмы не заканчивается. Она продолжается. Оказывается, осталось много мастеров и камнерезов. Поэтому не гордиться этим камнем нашим, родным, своим, который так и называется Орская, бестроцветная яшма нельзя. Но сегодня у нас в гостях другая вещь. И тоже может быть из далекого прошлого. И тоже может быть незаслуженно забытая. Ну-ка посмотрите на свои полочки. Поверните свои головы дома у себя. И что вы увидите? И вы увидите, что у ваших бабушек, у ваших мам обязательно в каком-то месте стоит какая-то хрусталиночка. Хрусталиночка в переводе с греческого языка называется кристаллос. Кристалл. Это вполне объяснимо, потому что это изделие сопоставимо только с кристаллами льда. Это уникальное изделие, которым содержится, кроме стекла, оно видоизмененное стекло, еще 24% бария и свинца. Именно эти химические элементы придали этому прекрасному материалу пластичность, прозрачность, мелодичный звон. Этот материал охлаждает, когда вы берете в руки. А если стекло берем, оно нагревается. Если берем хрусталь, то руки охлаждают. И говорят, что даже видоизменяется напиток, помещенный в хрустальную посуду. Поэтому мы с вами незаслуженно забыли хрусталь и считается признаком хорошего вкуса, когда в богатом, достойном, роскошном ресторане все подается на хрустальных вот этих изделиях. Вы видите, что и салаты, и наши приготовленные блюда, они в хрустальном варианте, вернее, выложенные в хрустальные вазы, сосуды, вазочки становятся даже по вкусу совершенно другие. А как играют, как они радуют вас. И улыбка сразу появляется, если мы видим на столе хрустальную посуду. А посмотрите, как он звенит. Чтобы узнать, именно настоящий это хрусталь или нет, смачивается водой сосуд и проводится пальцами. И он должен начинать петь, звенеть. Я вот вам сейчас просто продемонстрирую звон хрусталя. Посмотрите, посмотрите, почему нам так хочется Новый год встречать именно с такими хрустальными бокалами. Они у нас есть. Они есть у нас и у бабушек. Поэтому мы с вами преждевременно, дорогие друзья, начали избавляться от этих красивых и достойных внимания изделий. Вот еще раз послушаем этот звон, перезвон. И вот на этих хрустальных бокалах даже создаются целые музыкальные инструменты. Но впервые в России хрусталь появился в 13 веке. И появился город, который мы все прекрасно знаем. И если мы с вами едем в поезде Орск-Москва, то обязательно, когда мы подъезжаем к тому месту, где недалеко находится Гусь-Хрустальный город, в поезд заходят те, кто несут с собой изделия из хрусталя. Действительно красивые и уникальные. То есть в 13 веке Гусь-Хрустальный практически стал меккой изготовления нашего советского вот этого хрусталя роскошного. Сейчас он немножко другой. Он делается с добавлением золота и делается уже цветной хрусталь. Но тем не менее, это уникальная посуда и уникальное украшение, которое достойно, чтобы присутствовать на наших полочках, в наших хельгах, в наших сервантов, а, так сказать, не находиться где-то в загашнике. Вы знаете, что в основе этого минерала лежит горный хрусталь. Горный хрусталь – это кварц, обыкновенный кварц. Вот из этого кварца впервые Петру I сделали огромный-огромный кварцевый самовар. И именно тогда начались первые работы по изготовлению русского хрусталя. А вообще хрусталь все-таки имеет свое изобретение. И изобретение – это относится к XVII веку. В XVII веке в Англии такой мастер, как Джордж Равенскрофт, в 1676 году изобрел путем проб и добавлений в стекло свинца и бария, он изобрел вот такой пластический материал, который поддается огранке художественной обработки. И Англия не стала распространять хрусталь по всему миру. Таким распространителем стала ценительница всего роскошного, красивого Франции. И вот возникли предприятия – мануфактура Ванеш-Бакара. И это Ванеш-Бакара и до сих пор действует, ее хрусталь считается, хрусталь Бакара, лучшим в мире. Вот. Если хрусталя меньше, вот в стекле, он уже называется не хрусталем, а кристаллином. А отличительными свойствами этого хрусталя остаются особая плотность, его прозрачность, блеск, радужный эффект света преломлений и его мелодичность. Я вам уже говорила, подлинное хрустальное изделие всегда издает мелодичные звуки. Вот как звучит сейчас. Вот как звучит, посмотрите. Вот какой звук сейчас хрусталя. Здесь мы уже слышали. Прямо оркестр получается, целый оркестр. Но вот мне очень понравился вот этот звук хрустальный. Достаньте свои изделия, дорогие телезрители. Порадуйте себя и наполните свой бокал кефира, йогурта или любого другого напитка. Именно хрустальным сосудом украсьте этот напиток. И вы посмотрите, какое огромное удовольствие получите вы от того, что прикоснетесь к хрусталю. Проходят в настоящее время огромные выставки хрусталя. Те, кто его ценит. Но он уже на сегодня становится в нашей жизни антиквариатом. Хрусталь отличается от стекла. Потому что стекло дает только глухой звук. И не будет никакого дрожания. В хрустале звук не только мелодичный, но он еще и дрожащий. Вот. Стекло быстро темнеет. Там видны все порезы. Хрусталь, такого с ним никогда не происходит. Он не темнеет. Порезов нет. Он всегда остается блестящим, красивым. А если хотите его почистить, для этого нужно всего-навсего картофельная жидкость из подсваренного картофеля. И половинка вареного картофеля в мундире очистит до блеска любой хрустальный предмет. Хрусталь мягкий. Он поддается обработке. Хрусталь охлаждает. Я вам уже об этом говорила. Но он тяжелее, конечно, чем стекло. И он так быстро, как стекло, в дребезге не разбивается. Вот. Ну, конечно же, в первую очередь хрусталь ценится как хрустальная посуда. И мы ее видим как самые различные вазочки, конфетницы. Даже вот лебеди мы здесь видим. Вот. Большие такие вот подносы. Вот. И если вы хотите даже сейчас сделать достойный подарок кому-либо, то обратитесь к этому необыкновенному виду кристалла горного кварца. Минерала горного кварца, из которого вот изготавливается и наш замечательный хрусталь. Его и выдувают, его и прессуют, его и литье при помощи центробежных сил используют, когда изготавливают этот хрусталь. Поэтому он всегда остается, я еще раз говорю, достойным предметом роскоши в вашем доме. Но если вас не устраивает роскошь, у вас демократический стиль, то пусть он будет подарком кому-то из ваших близких. Хрусталью можно петь оду бесконечно. Восхищаться им можно бесконечно. А у меня только вам, дорогие друзья, одно предложение. Не расставайтесь с этой красивой посудой. Не выбрасывайте, не раздавайте просто так. Посмотрите на нее другими глазами, как на предмет искусства, который будет радовать вас, вашу душу, украшать ваш дом. И напоминать вам самое главное о ваших предках, о ваших бабушках, о ваших мамах, о прабабушках, которые его хранили, берегли. Потому что в каждом советском доме всегда считалось, чтобы на праздничном столе стояла какая-то хрустальная вещь. Потому что она приносит еще и счастье. А напитки, как говорят, из хрусталя исцеляют. Поэтому я думаю, что вещь, которая пришла к нам сегодня в гости, бесконечно красива, презентабельна, смотрится, украшает. И ей стоит все-таки дорожить и радовать себя и своих близких вот такими изделиями. Которые, я думаю, теперь в вашем доме займут достойное место. И вы их не будете куда-то прятать. Берегите то, что сделано руками наших мастеров. Потому что любая ручная работа несет в себе энергетику, заряд положительных эмоций, утешает, успокаивает. Таким и является наша хрусталь. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова